Что, рачишка, ютуб платить перестал, да? Кап, ну я тебе уже говорил, блин, деньги нужны. Сам знаешь, варфейс хочу вернуться, а как бы, ну, хорошо, когда начинаешь уже с донатиком, я считаю правильно. Ладно, не ссы, братуха, будет тебе пуха. Посылки проходишь, все нужное находишь, ставку растишь и раков все гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май, работа подождет. У меня имеется один вопрос. Зачем нам еще один читак жало? У меня, Капитан Очевидность, не поверишь, вопрос тот же самый. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин и Капитан Очевидность, не менее в шоке, чем я. А лодусы решили применить старый такой, знаете, проверенный торговлей способ. Игра на ностальгии. Нам уже выкатили новый Скарчик, новый Ктарчик, новый типа Юсасик. И вот, ребята, у нас две пушки сразу в одной. Под названием Alpine Special. То есть название старой доброй Альпинки, так сказать, легенды до донатного Варфейса. Эх, были времена, да. Но при этом от Альпины здесь, знаете, ну, в основном название и пару анимаций. А в целом ощущение, что играешь, не поверите, с Макмиланом, да. Но есть один вопрос. Нахрена, если совсем не так давно нам предоставили всем желающим покрутить чейтак жало? Я не спорю, новая болтовка ещё лучше. Тут множители руки-ноги 1,3. Но вопрос всё тот же. Нахрена? Вообще, удивительно у нас меняется ход разработки игры. В начале наши разработчики соглашаются, наконец, что снайпер-эмба собирает киберспортсменов и блогеров к себе, так сказать, свой уютненький дискорд. И так и говорят, ребята, давайте решать, как мы будем его нерфить. Записывают все наши предложения, всё внимательно, со многим соглашаются, где-то уточняются. В итоге говорят, ничего не знаем, мы решили ничего не трогать. Но обязуемся больше не выпускать ваншотные винтовки с глушителем. А через некоторое время появляется чейтак жало. А теперь и Alpine Special. Поле чудес в стране дураков. Иначе не скажешь. Ладно, давай по делу, пушка годная хоть. Так, ну конечно, пушка годная. Когда вообще снайперу добавляли что-то негодное? Особенно в последнее время. У него всегда всё годное. Зум примерно 120, но с родным прицелом, который, кстати, 4,5 крата и ускоренный вход в него, ускоренный зум. 4,5 крата ещё раз и ускоренный зум. Ах, а иксом пахнуло. Плюс к этому, эта винтовка обладает фантастической точностью от бедра. На небольших дистанциях можно стрелять просто как из дробовика, просто от бедра. И знаете, она будет чаще попадать, чем не попадать. Ну что, медики, наныли нерв снопа? А лодусы, если так дальше пойдёт, то скоро, боюсь, вам снова ещё раз придётся объединять серверы. Теперь уже Россию с Европой и США. Ну, чтобы было кому играть. А ваншот стабильный у неё или всё-таки нет? Ваншот стабильный. Во всех, кроме штурмовика. Да, кстати, снайперы, это мы обсудим в следующем ролике. Я вас поздравляю, наконец-то вас хоть немного нерфанули. Теперь даже золотая трувела не будет ваншотить. Не будет, не будет и ещё раз не будет штурмовика. Да, наконец-то жопа будет гореть не только у всего остального варфейса, но и у вас тоже. Хотя такие странные движения я тоже не одобряю, это бредово. Надо было убрать нокдаун вообще как таковой и убрать полный ваншот во всё, что находится ниже пояса. Там письку, жопу, ноги, волосок на заднице, вот и всё. Ну ладно, разработчикам виднее. У них есть чёткий план и они его придерживаются. Выходит имбища и надо бы покрутить. А вот эта нитка крутить не стоит. Почему не стоит? Поймите. То есть она крутая, да, она ещё и как дробовик может бить просто от бедра. Ну какой смысл? Снайпер это такой класс, понимаете, ему плохого не добавляют всё равно. Когда вот выпустят пушку на голову выше, ну скорее всего уже в следующем обновлении, у которой будет урон 500, ну и там темп 60, вот тогда и выбьете. А тут как бы смысла нету, да, она лучше, чем чейтак жала, чем новый скаут, она получше эта пушка будет, но не так сильно, понимаете. Вот в следующем обновлении сделают пушку, которая будет стрелять от бедра через всю карту и при этом попадать. Темп 60, урон 450, вот тогда будет о чём говорить. А пока что скажу так, действительно это апнутый чейтак жала, да, она лучше, но судя по темпам развития доната, её доминация продлится месяц-два-три не больше. И кстати, при всей своей убойности, штурмы вас будут наклонять. Где-то настроение начинает подниматься, даже прям, не знаю, в Warface можно возвращаться.